Крупнейшую биржу Южной Кореи подозревают в мошенничестве Корейские правоохранители проводят обыски в офисе крупнейшей биржи страны Аббит. Об этом сообщает портал Crypto of Korea. Информацию подтверждает местное новостное издание Эта Дэй и ведущая корейская Смитчо Сан. Вчера и сегодня прокуроры Южного округа Сеула, занятые финансовыми расследованиями, изъяли из штаб-квартиры Аббит жесткие диски и учетные записи. Правоохранители утверждают, торговая площадка переводила пользовательские средства на отдельные счета, вероятно, принадлежащие руководству биржи. Прокуратура Сеула расследует мошенничество местных криптовалютных площадок с марта этого года. В апреле были задержаны четверо руководителей корейских бирж, которых подозревают в растрате клиентских средств. Напомним, Аббит – четвертая биржа по объемам торгов по данным CoinMarketCap. Британцы запускают первые регулируемые фьючерсы на эфириум Британская компания Crypto Facilities запустит торги по фьючерсам на эфириум. Торги стартуют сегодня в 16.00 по лондонскому времени. Об этом сообщает сайт фирмы. Первые эфириум фьючерсы, запущенные регулируемые компании, позволят участникам рынка брать короткие и длинные позиции на криптовалюту. Это расширит возможности инвесторов и позволит более эффективно управлять рисками, пишет Crypto Facilities. Фирма уже обслуживает фьючерсы на биткоин и XRP. Компания регулируется управлением финансового надзора Великобритании. Она участвовала в запуске фьючерсов на биткоин на площадке SME Group в конце прошлого года. Биткоин прошел через процесс созревания как финансовый актив с запуском фьючерсного рынка в прошлом году. Эфириум идет тем же путем в этом году, заявил основатель и директор Crypto Facilities Тимош Лаффер. Обеспечением ликвидности на новом фьючерсном рынке Crypto Facilities займется чикагская компания Acuna Capital. Биткоин Кэш увеличит блок до 32 МБ во вторник. 15 мая блокчейн Биткоин Кэш модернизирует размер базового блока с 8 до 32 МБ и добавит новые функции для своей сети. Об этом сообщает Bitcoin.com. Хардфорк начнется в полдень по мировому времени. Обновление будет происходить по медианному методу. Это значит, что активация хардфорка состоится не на определенном блоке. Сеть обработает 11 блоков по временной медиане, равных или превышающих блок, указанных на экране. После прохождения рубежа установленной даты и достижения следующего после установленного блока произойдет обновление сети BCH. Майнеры и операторы полных узлов должны обновить клиенты Биткоин Кэш до начала приведения форка. Рядовым пользователям лучше воздержаться от транзакции BCH в следующий вторник и дождаться завершения хардфорка. Компания Huawei представила собственный биткоин-кошелек для своих смартфонов. Пользователи могут использовать приложения, начиная с сегодняшнего дня. Об этом сообщает CoinJournal. Huawei Technologies добавила кошелек в собственный магазин приложений AppGallery. Им стал BTC.com, разработанный китайской компанией Bitmain. Также AppGallery будет предустановлен на всех новых смартфонах Huawei, а BTC.com стал первым приложением для цифровых валют, предлагаемых компанией. Это хорошая возможность выйти на китайский рынок. Мобильные приложения часто используют безналичные платежи, чего не могут в полной мере предоставить традиционные банки. Поэтому для пользователей есть смысл оплачивать услуги криптовалютой, а нам развивать этот сектор в регионе, отметил вице-президент по операционной деятельности BTC.com Алекандро де ла Торре. Присоединяйтесь к нашему чату в Телеграм и подписывайтесь на наши странички в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, чтобы узнать больше новостей. Ссылки находятся в описании. Nvidia озвучила доход от продажи графических процессоров за первый квартал. Доход составил 289 миллионов долларов. Представители компании озвучили эти цифры накануне, во время телефонной конференции. Об этом сообщает Bloomberg. Это первый случай, когда Nvidia поделилась информацией о выручке от продажи чипов на рынке майнеров. Аналитик трейдовой компании Сосквихана Кристофер Роланд сообщил, выручка производителя видеокарт ожидалась намного ниже, около 200 миллионов долларов. Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуан нашел этому объяснение. По его словам, компания смогла превзойти ожидания из-за повышенного спроса на графические процессоры у майнеров. Майнеры купили много наших ГПУ в этом квартале, и это привело к росту цен. Из-за этого многие геймеры не смогли позволить себе новейшие видеокарты GeForce, добавил он. Но в соотношении продажи видеочипов для майнинга не более 9% от общей выручки компании, которая составила 3,2 миллиарда долларов за первый квартал текущего года. Nvidia прогнозирует спад продаж для крипторынка как минимум на две трети в следующем квартале. Так должно произойти из-за снижения прибыльности майнинга, вызванного затянувшейся коррекцией. Продолжение следует...